Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники, зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис и сегодня я вам расскажу про черенкование кустарников одревесневшими черенками. На самом деле этот способ появился гораздо раньше, чем распространенное сейчас черенкование зелеными черенками и он гораздо проще. Хотя на сегодняшний момент его незаслуженно забыли и больше пользуются черенкованием зелеными черенками, которые требуют больше условий для того, чтобы наши растения укоренились. Конечно, спектр растений, которые мы можем укоренить одревесневшими черенками, он меньше. Он меньше, но все равно при этом такие красиво цветущие кустарники, как форзиция, чубушник, вигела, дейция, мы можем размножить при помощи этого способа. Кроме того, этот способ позволит нам размножить такие растения, как ивы, тополя, если у вас есть необходимость при выращивании таких растений. Также вы можете размножить актинидию из декоративно-лиственных кустарников. Очень хорошо черенкуются одревесневшими черенками такие породы, как дерен, пузыреплодник калинолистный. Очень хорошо черенкуются различные виды кустарниковых ив. Также мы можем размножить и плодовые культуры, такие как черная смородина, виноград. Но для заготовки черенков винограда необходимо производить это осенью, при осенней обрезке. А большинство культур, которые я перечислила, они, в общем-то, отличаются достаточно зимостойкостью в наших условиях. И черенки мы можем заготавливать на протяжении всей зимы. Сейчас, пока на улице еще лежит снег, но дневные температуры не перевалили за постоянный плюс, самое хорошее время, поскольку когда наши черенки начнут рост, когда у них начнут набухать почечки, то наше время упущено. Такие черенки уже очень сложно укоренить, поскольку у них все силы пошли на развитие почек. Из черенков с набухающими почками более-менее приличный процент укоренения дают только ива и тополя. Это вот у нас, кстати, актинидия коломикта, которая находилась в теплице, и она уже начала расти. А срезанные на улице черенки актинидия коломикты на сегодняшний момент даже непонятно, где у них вверх, где низ, поскольку актинидия относится к тем культурам, у которым скрытые почки. То есть у нее не видно, где находится сама почка, то есть ее на поверхности стебля нету. Она видна только в момент, когда начинается рост этого растения. Вот как вот здесь. Вот уже здесь видна почка конкретно. Здесь виден только листовой след. Место, где крепился листик в прошлом году. Как нарезаются черенки? Ну, естественно, первое правило – это хороший, хорошо заточенный инструмент, который у вас не жует стебли и дает хороший четкий срез. Череночек режется, нижний срез, на расстоянии приблизительно 1-2 см ниже почки, либо пары почек. Ну, пара почек у нас у такой культуры, как чубушник. Вот у него побеги выглядят вот так. То есть мы где-то на расстоянии 1 см обрезаем, и вот получаем такой срез. Есть особенность при заготовке древесневших черенков. Для того, чтобы не путаться с такими культурами, у которых почки скрытые, у которых непонятно, где верх, где низ побега, всегда нарезается нижний срезик, делается косой. Он позволяет нашему черенку лучше входить в грунт при посадке. А верхний срез мы делаем ровненький, под прямым углом к побегу. Длина черенка, она, как правило, делается больше, чем у зеленых черенков. Но она обычно не превышает 15 см. То есть в среднем черенок делается так, чтобы он был выше вашей ладошки. Не меньше, чем ширина вашей ладошки. То есть в среднем вот где-то 10-15 см – это хорошая длина для черенков. Если у нас побег такой, например, как форзиция, вы видите, что здесь очень большие междоузлия. Тут расстояние между узлами даже больше, чем 10 см. То мы должны заготовить черенок такой длины, чтобы попали как минимум два узла. Вот такой черенок у него достаточно высокая вероятность укорениться и дать хорошее растение. Как правило, самую верхнюю часть, на которой находится либо одна почка, либо пара почек, не используют при черенковании. Черенки нарезают максимум такой длины. То есть самую тонкую часть обычно не используют. Поскольку укореняется она хуже, там меньшее количество питательных веществ было заложено с осеннего периода. Пузыри плодника линолистные, его побеги выглядят вот так вот. И мы нарезаем, тоже стараясь, чтобы было как минимум 2-3 почки на побеге, на нашем череночке. Мы заготавливаем черенки. Когда мы нарезали достаточное количество черенков, тех пород, которых мы хотим, в принципе, в это время их еще рано высаживать в грунт, кроме того варианта, что у вас есть подготовленная теплица. Но я бы не рекомендовала черенковать растения одребесневшими черенками в теплице, поскольку там достаточно скоро становится очень жарко, и растения при этом страдают. Они хуже укореняются, чем если бы они укоренялись в открытом грунте. Поэтому я обычно такие черенки, заготовленные где-то в конце зимы, в начале весны, я их храню до момента посадки в холодильнике, в обычном бытовом холодильнике. Естественно, если просто их там повалить кучкой, ничего хорошего из этого не получится. Наши черенки могут пересохнуть, и высохнут в них почки, и укоренения не произойдет. Того, ради чего мы все это делали, у нас не получится. Что можно сделать для этого? Значит, ну естественно, если вы черенкуете что-то одно, то вам не нужна этикетка. Но поскольку у меня несколько пород, я обычно делаю этикетки на каждую породу черенки, которые я заготавливаю. Вот это у меня пузыреплодник. Берем наши черенки, кусочек шпагата. И я обычно беру вот такие кухонные бумажные полотенца. Они прекрасно справляются с этой задачей. Они помогают удержать влагу возле наших черенков. Но в то же время черенки при этом не переувлажняются. В сверточек я всегда вкладываю этикеточку. Но поскольку я черенкую, как правило, не одну породу, у меня достаточно большой список растений, которые я черенкую. Поскольку я сейчас занимаюсь озеленением новой усадьбы. Вот так вот полностью мы завернули в бумагу наши черенки. Вложили этикетку и связали шпагатиком. В чем еще один плюс черенкования одревесневшими черенками? При этом в способе размножения мы меньше переносим вирусы. Поскольку на сочных частях заражение при нарезке черенков происходит быстрее. Когда мы режем одревесневшие черенки, древесина не так быстро. Во-первых, и сока практически нет клеточного. Он мало выделяется при нарезке таких черенков. То есть мы получим более здоровый материал, если мы изначально берем ветки от здоровых растений. Когда мы нарезали наши черенки и упаковали их, я обычно их увлажняю. Когда мы увлажнили наши черенки, их плотно немножко даете стечь воде, чтобы они, конечно, не загнили у вас в холодильнике. Их просто убираете в плотненький пакетик полиэтиленовый, закрываете его вверх и убираете в холодильник на нижнюю полку. И до момента посадки наши черенки хранятся в холодильнике. Естественно, приблизительно раз в полторы-две недели, ну вы как любая хозяйка наводите порядок у себя в холодильнике. Смотрите, чтобы не пересохла бумага, чтобы не появилась плесень. Если вы видите, что на бумаге начинают что-то развиваться, какие-то плесневые грибки, вы просто приоткрываете пакет, чтобы наши черенки немножко подсохли. Если вы видите, что бумага высохла полностью, тогда немножко ее увлажняете и опять кладете до посадки наши черенки в холодильничек. Но как высаживаются древесневшие черенки? Тут тоже есть особенность по сравнению с зелеными черенками. Такие черенки высаживаются в грунт практически на всю свою глубину. Их мы высаживаем, как любые черенки желательно высаживать, под наклоном, для того, чтобы та зона, где будут образовываться корни, находилась в прогреваемом слое земли. В грунт втыкается черенок так, что остается только верхняя почка, либо пара почек на поверхности. То есть они заглубляются практически полностью. На поверхности у нас остается только одна почка. Бывают случаи, когда черенки у нас получаются, ну, в силу недостаточности материала, с которого мы заготавливали, очень коротенькие. Тогда мы заглубляем их практически в полностью, в грунт. Высадка черенков от древесневших грунт производится так скоро, как вы получаете возможность пойти и приготовить грядку. Дело в том, что чем раньше, тем лучше, на самом деле. Место для укоренения черенков желательно подобрать не слишком освещаемое солнцем, поскольку такие черенки, они быстро достаточно, у них может пересохнуть сам побег. И если начался рост листиков, то, естественно, они будут нуждаться больше во влаге. И надо их поливать чаще. Если мы выбираем такое полузатененное местечко, то там, конечно, нам поливать приходится реже. Ну, если вы, конечно, постоянно живете там, где вы пытаетесь укоренить свои черенки, то с этим немножко проще. А если вы делаете это в дачных условиях, приезжаете только на выходные, то, естественно, выбираете такое место, чтобы просто обеспечить растениям более комфортные условия. Вот это кустики, которые укоренились в прошлом году. То есть они вот за год вот такие бывают. Но не у всех пород, конечно, не у всех. Вот вы видите, вот это пузыреплодник. Надеюсь, мои советы помогут вам получить большое количество красиво цветущих и декоративных кустарников и озеленить свой участок, чтобы он приносил вам как можно больше радости и удовольствия.